Я это осуждаю, и буду осуждать, потому что я это осуждаю, 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 осуждаю. Рэпер вот этот, баста, хуяста, демаста, ну понял, придурок этот, рэпер. Я был у него в ресторане, ребра ел, пропавшую. В Москве прям, у этого баста, дурочка. Вы, я в этих ресторанах, и что вы думаете, цены конские, а эти ребра есть невозможно, говно. Ничего хорошего там, все у него хуяло, шо рэп, шо ресторан. Пока тебя не было, притч работал не покладая рук, особенно понравилась нарезка, где ты каблучок под каблучок залазишь моментально, когда твоя маметкию залетает на стрим. Маметкию. Пусть работают три человека, безделье, блядь, вообще нихуя не делают. Сидит в шалопай, нет бы, сука, что там полезное дело, а то сидит, сука, дурачок, за компьютерами своим, сука, задрот, блядь. Вообще, я вот сейчас думаю, забанить его, блядь. Причай-то, блядь, ковочку, блядь. Я вот уже все, надоел, блядь, пора его проучить. Я говорю, приехал, пацаны говорят, то надо ж в ресторанчик, а я ж устал с дороги, я говорится. Это, я говорю, понял, рэпер, ресторан, там еще видео снимает, вот эти вот шоу свои дебильные для малолеток. Вопрос с этим ребром называется, там ребра, ебаные, мясо. Вот, я говорю, ну надо сходить, и шо ты думаешь, пошел я к этому, басти, басти, дебил, блядь. Хуя там все полностью, еда вообще есть невозможно, протухшая. Посидел я там, хуя, ребята, полная хуя. Четыре тысячи отдал, и голодный вышел, сука. Ну их нахуй, ресторан, это все надувательство. Понял, рэпер этот, сука, дурачок, понял, песня что-то, медлячок, чтобы ты посрала, закакала, вот это. Ну дурачок вот этот, понял, а у него же этот день не наворовал, понял, на дебилах концерты ходят у него. А он у них день не ворует, понял, баста, хуя, баста. Так наворовал так, что, прикинь, в Москве ресторан, сука, открыл. Так я зашел, сука, четыре тысячи отдал, так и все, сука, голодный вышел, сука. Четыре тысячи верни мне на карточку Сбербанк. Баста, если ты сейчас здесь, нахуй, я тебе сказал, прикрывай давай эту свою нахуй шарашкину контору. А теперь позвони в басту, пожалуйста, и быка, не затухлые ребра. Докажи, что ты им в лицо готов высказать все как мужчина. Так я там уже быканул на месте. Я пришел, весь крутой туда такой, захожу в ловитонах своих. Такой, эээ, где тут нахуй главный? Они такие, да, да, здравствуйте, уважаемые. Они мне сразу ребры, всех туда посыпали на стол, ребры. А я потом поел, четыре тысячи отдал. Вышел, а желудок бурчит, и я хочу есть. Потом обосрался. Здорово, работяги. Добро пожаловать на скинозавод. У нас тут все просто. Посередине баланс шестеренок. Их тебе сразу же тысячу штук насыпят. Слева конвейер кейсов. Стреляй по кейсам и смотри, что внутри. Одно открытие стоит всего 10 шестеренок. Справа скиногенератор. В нем раз в два часа производится бесплатный скин, который можно улучшать за шестеренки. Твой прогресс сохранится до конца осени. А снизу мастерская, там наша швурочка чинит получаемые на заводе скины и помогает их вывести в твой стим. Ссылку на временно скинозавод на эпик дроп я оставил в описании. Получи тысячу шестеренок за регистрацию и осеннюю операцию с халявным ножом бесплатно. Вот спи***л. Я спи***л у него. Ну чё с лицом бастан? Да? Чё у тебя спи***л, родной? Салфеточку-то, наверное, не досчитался, да? Ха-ха, родной. Гуляй, Вася. Привет. Вы позвонили во Фрэнк Байбастер. С каким рестораном вас соединить? Поху вообще. Все одинаковые. Только нормальные есть у вас там, где у вас меню не как бумага, что называется, газетам. А нормальное меню ламинированное есть, а не вот эта вот ваша колхозная газета. Нормально мне давать. Привет. Вы позвонили во Фрэнк Байбастер. А, ты ещё не слышишь, родной? С каким рестораном вас соединить? Понятно. После столько лет рэп от своего ебан на в уши долбился, да? Скажи, что пену отравили. Сына траванули ребрами. Пусть пена жалобно в телефон кричит. Дядя мне плохо. Пусть расскажет им, какие он ребра ел. Едь, контент будет. Я тебя хлопну, ща ты, Баля. Ресторан. Я насрал, я насрал после ребрышек. Я насрал жидким калом, я насрал. Я поел ребрышек, я насрал ребрышками, срал. Я поел том-ям ребрышки, том-ям ребрышки и посрал. Я посрал жидким калом, посрал. И спиздил салфетку, у-у-у-у, у вас салфетку. Спиздил я и подставку под стаканник. Потому что я съел протухшие ребра, от которых обосрался. Обосрался я, когда я у вас был. Ла-ла-ла, я насрал жидким калом от того, что мясо протухшее у вас. Алло. А? Привет. Вы позвонили во Фрэнк Байбастер. С каким рестораном вас соединить? Рестораном мясническое. О, здорово, здорово. Здравствуйте, Светлана. Вечер вам всем добренький. Я, значит, был у вас сегодня недавно. Узнали, да? Алло. Боюсь, что нет. Я был, был, вы забыли. Я у вас салфетку украл. Я салфетку у вас украл и под стаканник. И что? То есть ничего, да? Я сидел, отдыхал, рёбра ваши ел вот эти, рёбра вот эти. Не украл салфетки у вас там такие, чёрные. Потом украл ещё под стаканник себе. Дома сейчас сижу, балдею, у меня стакан на ней стоит. Ничего, да? И балдею, ничего. Ну, не страшно. И салфетки у меня ваши есть, я бы вытираю с ними тут. Экран себе вытер, ничего. То есть вот ел ваши рёбра, потому что не понравилось мне там в основном ям, вот это ребро. Я потом, после них, потому что пришёл, я обосрался. Обосрался жидко. Поэтому у меня ваши салфетки полный коробок здесь. Я сижу и балдею. Чё, не узнали меня? Я в Ловитогах был. Белые, Ловитоги у меня за 150 тысяч в ЦУМе взял. В ЦУМе покупал их ещё. За 150 тысяч. Я могу вам трёхку передать менеджеру, вы решите снимать вопрос. Да, давайте. Секунду. Ничего ты, да? А я сижу и балдею здесь. У меня салфетки бас-то. Чёрные. Добрый вечер, вас слушают. Да, здравствуйте. Значит, по поводу того, что я сегодня у вас там был, да, ребрышки эти ел. Рёбра, ребра. Угу. Том-ям, начинка, ребрышки. Узнали? Сидел в ряду. Потому что я газету смотрел. Это чё за хуйню ты сейчас исполнил. Давай звонок отрабатывай. Говори, что сына отравили и зави пену к трубке. Что значит дизайн? Я хотел меню себе нормальное. У меня просто меню стилистики газеты, да. Почему я хотел ламинированное меню нормальное, а здесь газета мне положили на стол. Ничего, да. Я ребра съел и обосрался, и поэтому я такое сказать, сделал для себя решение. Я украл у вас подставку под стакан. И эти салфетки украл. Чёрные. Влажные. Ничего. Да? Ну, это как моральная компенсация получается. Получается так, да. Я сейчас вот сижу и салфетками вашими вытираю рыгочку, потому что мне потекло всё. У меня салфетки ящик целый ваших вот этих влажных. Потом ещё подстаканники бумажные. Я сейчас стакан с пивом поставил и сижу, балдею. Ничего. То есть вам плевать, да? Да нет, нормально. Нормально, да. Ну, нет, нам не плевать, но... Я понял. А меню нормальное в следующий раз будет, чтобы нормально ламинированное было. А не вот эта газета. Я человек серьёзный, порядочный. Ну, я передал. Да, вы этому Васе своему передайте. Я передал управляющего. Да. Вот этому вот. Басти, Демасти. Я передал Василию Михайловичу. Да, Басти, Демасти, Нагани вот этой. Басти Хрю. Скажите, что вот это вот... Я просто его знаю давно, мы с ним вместе... Молодые, помню, были. Он, блядь, пиздюком был. Я его в жизни учил. Чтобы он нормальное меню хоть подготовил. В следующий раз для меня, для такого гостя. Чтобы это не газета была на столе, вот эта бумага нормальная, ламинированная. Ясно? Не слышал? Алло. Ты смотри мне, брэпер, бля. Я его на бис вызываю. На бастл. На батл вызываю.